А вы вообще не очень любите то, что называется медляками, да? Обожаю, наоборот. Медляки это вообще моя тема, просто... Ваша первая, правда, да, вот она была... Песня, да. Да, да, да. Но я просто их столько в свое время сочинял, и они так не были услышаны, что я как-то немножко... Не были услышаны? Мне кажется, что да. Многое я не издал, естественно, и многое, наверное, стало немножко похожим. Потому что все-таки как ты сочиняешь медленные песни, и тема одна и та же, ну что это? Либо разбитая любовь, либо счастливая любовь. И как бы и тексты начали повторяться. Я как-то выдержал паузу, но на этом альбоме есть там 2-3 песни моего авторства, именно медленных. Хорошо, я послушаю обязательно. Вот опять же, возвращаясь к дуэту Лобода и Ани Лорак, обычно ведь история, когда завидный, красивый мужчина. Исполнение, не важно, жена это он, не жена, сколько у него детей. То есть стоит спеть дуэтом с кем-то, тут же, значит, таблоиды сочиняют что-нибудь про какие-то отношения. Что вас не тревожит такое, что буду говорить, что... Меня видошно не тревожит. Меня как-то обошло это стороной, при том, что этот союз начался, первый опыт был Кэти Тапурия, моя подруга. Да, кстати, писали, писали про это. Она снялась у меня в клипе на чистоту как раз. Да-да-да. Так уже и написали, я к этому и подводил, уже вы не читали просто. Видимо, я пропустил, но пока репутация чиста. Понятно. А вообще важно, когда вы с женщиной работаете вместе, записываете или вообще как-то сотрудничаете, вам важно, чтобы она вам нравилась как женщина или нет? Она должна нравиться как человек. Не обязательно она должна нравиться как женщина, но вообще с кем бы ты ни работал, мне очень важно, особенно в творческом деятельности моей, чтобы мне было комфортно с этим человеком. Потому что иначе мне не хочется с ним видеться, соприкасаться, и тогда это вызывает как бы... А вы чётко понимаете параметры комфортности? Да? И с чего они складываются? Это какая-то воспитанность, это должна быть энергетика тёплая, это должен быть положительный человек, который как бы работает на позитиве, не негативный человек, не говорит, что не получится, а говорит, что наоборот, всё получится, всё будет хорошо. Ну, как-то так, лёгок на подъём, то есть, а давайте сделаем так, а давайте сделаем так. Не должен упираться, защищая свою позицию, должен быть гибок, потому что я очень гибок, как бы вот в своём творческом характере. То есть, вы чая компромиссы? Абсолютно. Ага, так. А хорошо, а вот такой параметр, как энергетика, он же никак не описывается и не измеряется. Ощущение, это интуитивно. Ну, это индивидуально у каждого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.